Всем привет! Наверное, один из последних теплых дней этого года, этой осени. С деревьев потихоньку опадает листва, летают сойки, прекрасная погода, тепло, небольшой ветерок. И сегодня мы приехали на Клязьму. Как всегда, джигом половить осеннего хищника. Приехали на участок, где в этом году мы еще не были, но при этом мой товарищ накануне здесь неплохо отловился по судаку. Решили сегодня выбраться, тоже попробовать сделать ставку на судака. Ну и попутно, если будет щука, тоже будет неплохо. По снастям взял снова Nautilus Ccepter с тестом до 35 грамм, мощную палку для ловли в коряжнике. Ну а в целом, сегодня прекрасный осенний день. Завтра уже похолодание, дожди, к концу недели снег, хотя всего лишь начало октября. И, конечно, я просто не мог не воспользоваться таким подарком погоды в середине осени, настоящая летняя погода. Дом вот и здесь. Да, он тут везде может стоять, не угадаешь. Вопрос только найти, где он стоит и приманку подобрать. Некрупный, вроде судачок. Да, такой под килограммчик, наверное. Ну что, мы его на палки, наверное, закинем. Опа! Так, это у нас приманка. Я уж забыл. А, вот такая. Generic Craft. Вторая поклёвка на неё. Ну, надо прямо вымучивать стоять. Но поклёвка не сильная. Вторая сильнее была. Но мимо, потому что в груз. Поэтому и сильная. Пускай лучше слабо, но в приманку. Туда бы он прямо в корчи бы закинуть, да? Да, вот сколько приманок перекидало, только поклёвки вот на эту. Считать, первый заброс на неё как встал клюнуло. Поймал на неё, ещё поклёвка была. Я удивлён, потому что на Пионера не клюёт. На Пионера вообще не было поклёвки. Прямо вообще. Это очень странно. Я думаю, больше цвет даже влияет. Хотя можно попробовать такого же изика сейчас кислотного поставить. Чисто для сравнения. Может, ещё и лучше будет. Чисто для сравнения. Я думаю, что знаешь, что ещё попробовать на слаг? Он же бывает любит, когда нет вибраций, например. Сейчас вот эту кракозябу, куда я сейчас вернула, любимую, зато поставить. Тут судак нибудь попадался? Да. Два оборота и пауза, да? Да, она же играет нападение. У неё вибрации есть. У неё больше по щуке она нравится. Мне больше по щуке. Судак у меня на неё не особо попадался. Несколько раз. А щуку её долбит хорошо. Блин, опять там же, да что-то. Хорош поклёвина. Смотри, на рыжую с первого заброса. И всё в одном месте. Три поклёвки в одном месте. Сейчас я сразу сюда. Вдаль можно, походу, не кидать. Он весь под ногами стоит. Приманка большая, она, по-моему, 115-й, что ли, 110-й. А судачки, походу, там не особо крупные. Сейчас попробую, потом поменьше тоже изика поставлю. Он просто не сильно бьёт. Неактивный. Нет такого, что прям щелчок мощный. Удар чёткий, но он такой. Полуплавный какой-то. Больше как у щуки. Вот солнышко вышло, все поклёвки и начались. Я никогда не забуду, сми шагафона ловили. Конец октября. Погода прям мерзкая. Мелкий дождик, вот этот низкий-низкий тучи. И просто на 5 минут выглянуло солнце. Просто маленький прорыв такой, знаешь, в тучах. Сразу же он ловит судака на полторашку. И у меня какой-то монстр просто садится. Я пока камеру включал, всё в коряги завело. И до свидания. Солнце затянуло, и всё. Да что ты будешь делать? Опять мимо. Есть, 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 есть. Это щука, мне кажется. Щука, я же говорю. Та шпаклёвка, её была. Килошка где-то. Ну, и щучка есть. И опять на эту приманку. Смотри, вот такого же изика поставил только маленького, ни одной поклёвки. А я на маленького изика поймал только. И поклёвки были. Это дюймовый. Не, ну это не 3 дюйма, где-то около 4. Но всё равно маленький. Ну, как обычно, вот такими дебрями приходится лазить на реку. Осень. Самое клёвое время и самое сложное для перемещения. Ну, хочешь, не хочешь. А в такие места приходится добираться вот таким макаром. Ну, и как я обожаю ходить по опавшей листве. Ну, и антураж. Я считаю, это немаловажная деталь любой рыбалки. А тем более осенью опавшая жёлтая, красная, разноцветные листва, опадающие сверху листья. Всё это лежит ковром, шуршит под ногами. Ну, это опять же определённая атмосфера, которая бывает всего лишь раз в году. Сходил, проверил нижние точки, где раньше неплохо клевала щука. Судачок тоже попадался. Но точки исчезли. Река стала очень мелкой в этом году. Воды мало. И на точках милляк глубины буквально ну, до метра, наверное. То есть, получается, для осенней рыбы места уже не очень. Если в сентябре ещё можно было там на что-то рассчитывать в количестве, сейчас, скорее всего, там, ну, могут быть только шнурки. Редкий случай, если будет нормальная рыба. Ну, и что остаётся? Возвращаться на яму, на первую точку, где были поклёвки. Ребята поехали домой. Я пока остался один. Ну, сейчас приедет Ванька. Как это часто бывает. Любит он меня вручать, когда я остаюсь один, чтобы составить мне компанию. Дождусь его и пойдём на ту точку, где были поклёвки. И будем уже до вечера там стоять, выкачивать судака. Я всё-таки думаю, что он ну, себя ещё проявит. В любом случае, сейчас, в середине осени, основной выход у рыбы, ну, по крайней мере, у хищника, случается после обеда. Либо утром на рассвете, либо уже после обеда и под вечер. Бывает такое, что вообще стоишь на точке, полдня можешь простоять, не увидеть ни одной поклёвки. Или же зайти на точку пробития, не увидеть поклёвок, походить по другим точкам, вернуться. Если возвращаешься как раз под закат, очень часто бывает, что там, где не клевало, появляется стая судака. И можно буквально за полчаса отлично отловиться. Ну, вот сегодня проверим как раз. Работает данная методика? Нет. Конечно, тоже всё зависит от точки, от конкретного дня, от каких условий погоды. но так как были поклёвки в течение дня, я думаю, что и под вечер что-то там должно будет выйти. Хотя бы одну-две рыбки поймать мы должны. Но в любом случае, как ни крути, в такой хороший день, один из последних тёплых, домой ехать не хочется. Даже если не клюёт, лучше провести остаток дня на водоёме. КОНЕЦ КОНЕЦ Ох, блин! Прямо у берега. Это щука. Опять здесь. Только до этого была дальше поклёвка. А сейчас прямо у берега. С перегрузом, блин, мажет. КОНЕЦ Да щука! Сейчас я попробую доловить. Она с перегрузом, то второй раз у меня сегодня клюёт. Помал, Ванька, кого-то. Кто там у тебя? Судак! Днём клевал лучше, чем вечером. Всё равно попали, поклёвку вязали. КОНЕЦ